Столько восхищенных женщин. И вот если вы подойдете близко, вот это отсюда видно. Это очень-очень-очень невысокий бельеф, который смотрится как круглая скульптура. Вы смотрите как круглую скульптуру, а это очень невысокий бельеф. Невысокий в смысле, в глубину, да? Да. И осталось только в Лондоне за форматриспрофенона. И вот эта вещь. Больше не осталось в поле него вообще никаких. Немножечко в Берлине. А поскольку здесь нету никаких сагридатов, сейчас идут эти парни, я очень хочу, чтобы мы с вами просто подошли, потому что я считаю лично... А расскажите сюжеты. Есть три сюжета. Но сначала, перед сюжетами, которые рассказывать можно бесконечно, я хочу просто, чтобы мы перешли через это. Камера на нас смотрит. Пошли. Че, сейчас заточку. Че, сейчас заточку. Мне не терпло. Вы знаете, что сюда приедут? Быстро. Чтобы вы посмотрели, какой мне вот здесь дырочка, как сделаны эти складки, вот этот следочек, как это все из вайны, из поросского манера. Вот это хариды две, которые Афродиту вынимают около Кипра. И многие их скальчатся от погальки, и они ее встречают. Она встает из пены морской, не одевает, не управляет. И какая музыка вся, композиция. Вот они вот эти две фигуры образуют такую чашу, необыкновенную музыкальную движение совершенное, и стреляющиеся вот эти вот складки все. Необыкновенную. Это встающая фигура. Такой ритм волны и вверх. Волны и вверх. Все движения такие ритмические. И вот это у нее открытая рука, коленка, ямочка, щик вот такие открытые. А это закрытая боль. Вот тут застегнутые все. И были такие сладкие складки. И больше пинаточка закрытая. Я когда смотрела на эту скульптуру, я знаю, что никто и никогда ничего более прекрасного просто не сделает. Просто я не знаю, мне сказать, я не мнение ищу с ровной. Потому что я считаю, что это и есть то, что дала Греция совершенное понимание природы пластического творения из камня. Как у нее рука вот это здесь выглядывает. Вот те же, они на голове здесь. Какое у нее тело. Вот этот кровь. Сейчас это живая группа. Дышит. Все. Почему я сказала? Здесь надо смотреть одну вещь. Потому что она равна вот пантеуму. Но это вершина. Никто. Вообще в скульптуре больше. Выше не сделал никто никак. Калиночки. В том и том музыка. Это чувство вообще музыки в композиции. И содержание ее вообще уникально. Потому что вот здесь вот эта вот хавиди соответствует вот этому изображению. Это гитара. Это гитара. обнаженная. Обнаженная женщина. Обнаженная паница означало свободу. Обнаженные торцы, мужские и женские, означают свободу. Алик, как мы сейчас говорим, совлеченные по поводу. Это свободные люди. Она абсолютно свободна. Это свободная женщина. Она сидит, обкинувшись на подушке. Представьте, как ее нога она была заброшена. Ну, сказать честно, вы видели, как она не душиная. Ну, даже как у тебя. Ну, как вам это нравится. Какая спина. На подушках. Вот это все. А складка живота, посмотрите. А складка живота. А эти пальчики. Подушка такая, сметит пальчики. Сметит пальчики. А здесь? Сейчас не уходите отсюда, Еще посмотрите. Здесь потом там. Вот это какой ушко. Вот все волосы. Я не знаю. Я просто, просто меня, вот это вот линии все. Вот они меня просто тревожат. Я, какая здесь вот какой, вот это вот бугорок какой. А никого нет. Ничего не звенит. Никаких никого здесь нет, никого никогда. Вот карман кладил на всем. Вот это вот анекаре, как видите. Это гитара. Она свободная женщина, прекрасная музыка. А вот здесь вот изображена то, что соответствует этой части. Это Матрона. Это жена. Когда женщина выходила замуж, она одевала вот этот вот штук. Он называется Павла. И вот из-под Павла, посмотрите, как. И пальцы какие. Ее дело, этой дамы, выскурять у домашнего очага. Вот это курильница. У нее в руках такая штучка, да, как маленькая коробочка. И в ней благовонья. Это такие угли благовонные. Которые она кидает. И она кидает. Потому что семейный очаг должен быть с благовоньями. Он должен быть ароматен. И в Греции не было разницы в положении между Матроной и Гетерой. Перед лицом Афродиты, они были равны. Это две функции женщины абсолютно одинаковые. Это воскурение домашнего очага, благоухаренный домашний очаг. А Гетера, прошу прощения, не менее важна для общества. Потому что они были культурной средой общества. Культурной средой общества. Гетеры воспитывались в школах для Гетер. Это самые были знаменитые школы в Греции. Милецкой была школа. Вот на острове Леспос была школа Гетер знаменитая. И вот это вот их поэтесса Сафо. Она была директресой гимназии. Директресой гимназии. Сейчас сам Криня хочет что-то расскажу. Она была просто директресой гимназии. И у них было пять или шесть школ. Обучались они там три года. Девочки. Набирали их из разных сословий. Из высшего сословия всадников и рабы. И когда в училище Большого театра. И когда их приводили вот эти тетеньки, которые были в школах на них смотрели и говорили подойдет не подойдет. Хорошенькая девочка сказала нет. Через три года завтра ответит. Да, 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 да. Танцевать не будет. Петь нечего. А эту берем. Они учились там танцу, всехсложение и трену музыкальных инструментов. И брали в возрасте от 12 до 14 лет. И обучали от 3 до 4 лет. И они должны были быть образованными. Политически образованными. Уметь петь. И среди гетер этих такое количество знаменитостей политических деятелей. Балиин знаменитый была такая. Ее звали Нет, это Палладия. Это была женщина-философ. А как ее звали? Вспомню, я вам скажу. А, Тулия. Она давала гастроли по Греции. Как и Сидора Дункан. Собственно, она была Сидора Дункан. Это Тулия. Ее изображений столько. Вы не можете себе представить. На вазах в основном. Тулия завязывает сандалию. Тулия танцует. Она настоящая была Сидора Дункана. Она давала. Она гастролировала с этими своими танцами. Вот и Сидора Дункан такая Тулия 20 века. Это такие были танцы. И они имели клубы. Когда они заканчивали школу гитар, они давали деньги, чтобы они имели клуб. Ну, мужчины должны в клуб ходить. И эти гитары совершенно не обязательно были любовницами. Они просто были, они стояли в голове интеллектуального клуба. Куда ходили мужчины. Я знаю, очень многих гитар, просто очень многих. Одна была Лиена, ее звали. Она была красавица Сафу, чуть-чуть-чуть постарше Сафу, помоложе Сафу. Она была таким политическим деятелем, участвовала в заговоре Гиппи-Гипаха. И ей ворвали язык. И они пытали ее. И ей на округле был поставлен памятник. Просто вот этой вот Лиени, ее звали Лиена, львица. У нее был ворван язык. Им памятники ставили, и они их писали. И очень много их изображений на воздух. Очень много их изображений на воздух. Потому что, когда опируют, мужчины должны были знать, кто эти. А гитары, о Матроне, они главное, чтобы о них никто ничего никогда не говорил. Лучше же она та, о которой молчат. Не надо хвалить, это очень некрасиво. Не надо сплетничать. Молчите. Но когда о Матроне молчат, значит, она совершенная Матрона. Но Матроны были, те еще дюзеньки. Мне там просто охарактерии. Неужели я одна? Не могу оторваться. А вам всем все равно. Мне не могу. Ну, серьезно. Как нам все равно? Что вы? Ну, мы просто. Ну, это день, мама.